На телеканале Atomician Business специальный выпуск новостей в студии работает Мария Млукпанова. Начнем эфир со срочной новости. Касымжо Мартокаев поручил оказать помощь всем пострадавшим при потоплении в Туркестанской области. Об этом глава государства написал на своей странице в Твиттер. Сегодня премьер-министр Аскар Мамин и Акиму Мирзак-Шукеев доложили о принимаемых мерах по эвакуации жителей сел. Поручил оказать помощь пострадавшим семьям. По уточненным данным в зоне потопления села Жанажол, Яньбекши, Женес и Жанатурмыс, жители этих населенных пунктов эвакуировали. Сейчас их размещают в школах соседних поселков. Моя коллега Мульдар Абдуалиева на связи с представителями комитета ПЧС. Она сообщает, что опасность еще не миновала. Впрочем, давайте спросим у нее самой. Мульдар, ты на прямой связи. Мульдар. Здравствуй, Мария. 5400 человек эвакуированы в Туркестанской области из-за прорыва дамбы в Узбекистане. В Махтаральском районе сейчас объявлена чрезвычайная ситуация. Часть жителей поселков Жанажол, Янбекши, Женес и Жанатурмыс уехала к родственникам. Более 3000 человек размещают в 9 школах поселка Атакент. При этом вода продолжает прибывать. И имеется угроза потопления еще двух населенных пунктов района. Это села Фердауси и Нурложол. 1 мая из-за сильного дождя и штормового ветра прорвало дамбу Сардобинского водохранилища в Сардаринской области. Там эвакуированы около 12 тысяч жителей. Сообщается, что пострадали 56 узбекистанцев и скончались двое детей. Тем временем Акин Туркестанской области Умирзак Шукеев обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие. Я связался с министром Узбекистана. Он сообщил, что разлив воды остановился. Всю ночь наши службы эвакуировали людей. Все они будут обеспечены всем необходимым. Сейчас мы снова проверим места, где произошло подтопление. Полиция будет работать на местах и охранять имущество сельчан. Сейчас хочу обратиться к жителям. Нет необходимости паниковать и выходить на дорогу. Все необходимые меры принимаются. Соответствующий алгоритм действий есть. На месте ЧАЭС сейчас работают спасатели. Создан оперативный штаб во главе с председателем комитета по чрезвычайным ситуациям Владимиром Бекером. Также для регулирования сложившейся ситуации в Туркестанскую область уже вылетели заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, вице-министр экологии, геологии природных ресурсов Сергей Громов и представители Министерства сельского хозяйства. Оперативными штабами комитета по ЧАЭС и ДЧС Туркестанской области осуществляется группировка и координация сил и средств. Также определяются места маршрутов эвакуации и расположение пунктов приема пострадавшего населения. На аварийно-спасательных работах задействовано более 600 человек и 60 единиц техники ДЧС Туркестанской области, Шимкента, Национальной гвардии, Министерства обороны, районного отдела полиции и местных исполнительных органов. Отмечу, что сейчас, помимо ситуации с наводнением, сельчан беспокоит и ситуация с коронавирусом, поскольку соседний ЧАЭС является одним из источников инфекции. Но в управлении здравоохранения области успокаивают жители, уверяя, что пациентов с COVID-19 в больницах Мактаральского района нет. И также я отмечу, что местные власти сообщают о том, что сумма ущерба, нанесенного жителям региона, будет подсчитана позже. Это вся информация к этому часу. Мария, передаю тебе слово. Спасибо, Мульдер. Кстати, в дополнение к твоей информации по коронавирусу. Количество зарегистрированных случаев инфицирования в стране выросло до 3785 человек. Сегодня COVID-19 подтвердился сразу у 114 казахстанцев. Наибольший прирост в Алматы – 64 человека. Тем временем выздоровели уже 940 граждан. Количество летальных случаев неизменно – 25 человек. Как поменялась статистика в разрезе региона, вы сейчас видите на своих экранах. Продолжаем срочные новости. Прекращены депутатские полномочия спикера Сената парламента Дориги Назарбаева и с чем связано это решение, пока не уточняется. Удалось ли узнать подробности, неожиданные для всей страны новости, мои коллеги Улпан Бегалиной узнаем прямо сейчас. Улпан, здравствуй, ты в эфире. Улпан. Добрый день, коллеги. Да, действительно, новость о том, что глава государства Касыпжумар Токаев прекратил полномочия Дориги Назарбаевой как депутата Сената парламента, стало большой неожиданностью. Причем первый твит на странице Охурды был опубликован в 12.29. А уже буквально через час глава государства Касымжумар Токаев написал на своей странице Твиттер небольшой пост с благодарностью о проделанной работе Дориги Назарбаевой. Выражаю благодарность Дориге Нурсултановне Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя Сената парламента Республики Казахстан. Я напомню, что Дорига Назарбаева была избрана спикером Сената парламента 20 марта прошлого года, а 2 сентября 2019-го она была переизбрана председателем Сената. Отмечу, что за время ее спикерства Верхняя палата рассмотрела 52 законопроекта, всего же законодательный орган рассмотрел 57 законов. При этом на подпись главе государства было направлено 50 законов. Если же говорить о том, какие из документов были наиболее основные, то это, конечно же, законы в сфере экологии, агропромышленного комплекса и образования. В частности, речь идет о законе о статусе педагога. Отмечу, что Дорига Назарбаева именно этим сферам уделяла очень большое внимание и в Сенате проходили большие парламентские слушания. Конечно, нельзя вспомнить законопроект о бюджетном кодексе. Были введены поправки, которые предусматривают ответственность первых руководителей за неэффективное освоение бюджета. Я напомню, что в эфире нашего телеканала «Томикен Бизнес» мы сообщали о том, что теперь министрам может грозить штраф в размере 100 МРП, если они нерационально используют бюджетные деньги. Причем штраф будет выписывать счетный комитет. Причем еще одним законопроектом, который был принят под председательством Дориги Назарбаевой является трансграничный законопроект по водным ресурсам между Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном. Я отмечу, что Дорига Назарбаева занимала пост председателя Сената парламента ровно больше года. Депутатом Верхней Палаты она являлась с 13 сентября 2016 года. Ровно год она проработала заместителем премьер-министра. Дорига Назарбаева окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Свой трудовой опыт начала в 1992 году с поста вице-президента фонда «Бубек». Как мы помним, она увлекается пением. И отмечу, что буквально через 5 дней, 7 мая, у нее день рождения. Сейчас пост председателя Сената парламента остается вакантным. И нового спикера Сената может назначить только глава государства в течение месяца. Напомню, что сейчас Сенат состоит из 49 депутатов. По 2 депутата от каждой области. Города республиканского значения и столицы. 15 депутатов назначает глава государства. При этом срок полномочий сенатора составляет 6 лет. И каждые 3 года часть из избранных сенаторов переизбирается. Ну и на этом у меня пока вся информация к данному часу. Марьян, передаю слово тебе. Спасибо, Улпан. Держи нас в курсе событий. Я продолжу. Прокомментировать ситуацию мы попросили известного политолога Досы Масадпаева. И вот, что он нам рассказал в телефонном интервью. Предлагаю послушать. С прошлого года, если вы помните, когда активно обсуждалась тема президентских выборов. Постоянно это все запровождалось вопросами. А какие перспективы будут у Дарькина Зарнаевна, когда она была спикером Сената. Там было очень много дискуссий по этому поводу. Опять же, с точки зрения транзита власти и так далее. Если же эта информация подтвердится, то в любом случае, это довольно сильно меняет расклад сил в определенной степени. Если ей предложат что-то альтернативное, то что это может быть такое, что могло бы в какой-то степени дать ей очень серьезные политические перспективы. То есть, может быть, гипотетически это, возможно, связано с предстоящими парламентскими выборами. Для того, чтобы в какой-то степени, скажем так, пытаться активно работать на партийном поле и форматировать парламент, исходя, скажем так, без вот этих интересов, взять его под контроль, чтобы он был в некий баланс президентской власти. Сохранял некий баланс. Понятно то, что сейчас официальным структурам, в частности, Аккурде нужно довольно оперативно и быстро дать расшифровку и разъяснение до этого решения, для того, чтобы не появлялись, скажем так, основания для разных слухов, чтобы четко и конкретно было всем ясно, что на самом деле произошло. Команда «Атамикен Бизнес» продолжает следить за событиями в стране и мире. Следующий выпуск новостей на казахском языке в 16.30 на русском в 5 вечера. Не пропустите наши выпуски и на интернет-платформах YouTube, Instagram, Telegram и Facebook. Оставайтесь на «Атамикен Бизнес».